Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева Черкесия. С вами Харча Беджиев. Коротко о главном. Памятник борцам за власть Совета переносить не будут. Он останется в Центральном парке. На эту тему обсуждали в Общественной палате. Как правильно и грамотно выражать свои мысли в Торгово-Промышленной палате прошел бесплатный мастер-класс по технике речи от школы публичности. Они тоже несут службу и держат нос по ветру. Кинологическая служба исполнила 113 лет о работе специалистов-кинологов Росгвардии Наши и Паташи. Карачаево-Черкесии будет построен республиканский центр самбо. Об этом в ходе встречи договорились глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов и президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев. Спортивный объект будет возведен в северной части Черкесска. В Центре самбо смог заниматься и повышать свое спортивное мастерство талантливые перспективные ребята со всей республики. Сергей Елисеев находится с рабочим визитом в нашей республике. Чтобы на месте познакомиться с потенциалом развития этого спорта в Карачаево-Черкесии, сослуженный тренер России дал высокую оценку уровню и динамики развития спортивной инфраструктуры в нашем регионе. Это проект, который мы запустили с 2016 года. Он дает возможность нашим детям на уроках физической культуры, на третьем уроке физической культуры, ознакомиться с нашим любимым спортом сам. То есть мы на уроке учим детей, как правильно падать. Мы на уроке физической культуры учим детей, если хулиган на улице пристал, как освободиться от захвата, как среагировать. Ну а если ребенку понравится, то он может после уроков остаться в этой же школе, в этом же зале и тренироваться в секции сам. Это дает возможность нам сегодня наших детей приобщить к нашему отечественному виду спорта, рассказать про историю, ну и, конечно, сделать их сильными, красивыми, и людьми, которыми будут законопослушные граждане. Да, может быть, он в перспективе не станет чемпионом, хотя у них будет все для этого возможности и шансы. Но он всегда будет знать, что сам это наш отечественный вид спорта, который создали мы сами его себя для своего менталитета. Ну и, конечно, сегодня сам олимпийский вид. Надо сегодня двигаться дальше, вперед. Вот эти вопросы мы сегодня обсуждали. Общественной палате республики составил совещание по вопросу реконструкции памятника борцам за власть Совета в Карачаево-Черкесии. Как известно, в Центральном парке, где и находится памятник, сейчас проходят ремонтные работы. О чем говорили на встрече, расскажет Альбина Курочинова-Кенжева. В честь столетия Карачаева-Черкесии в республике проводится масса мероприятий, приуроченных к этому событию. Одно из таких – реконструкция Центрального парка и памятника борцам за власть Советов. Историческая память для нас священна. И мы не те люди, которые переписывают те или иные учебники истории. Мы помним, храним, чтим память погибшим на территории Карачаева-Черкесии. Поэтому для нас и данный памятник имеет важное значение. Поэтому мы сегодня будем обсуждать идею сохранения, как он будет выглядеть. Памятнику в этом году исполнилось 40 лет. И изначально не планировались какие-либо изменения. Но в процессе столкнулись с проблемами в табличках. Были ошибки в написании имен и фамилий. Пришли в негодность геометрические формы памятника. Две таблички, они расколты. Одну, если там можно каким-то образом попытаться восстановить, вторую там вообще не получается, даже чисто технически. Искали разные варианты решения, вплоть до того, чтобы заменить, изготовить новые. Но учитывая качество тех изображений, качество тех фотографий, которые мы нашли, в том числе в архивах, в интернете и везде, это нам не позволяет именно сделать, восстановить, чтобы было 100% сходство. Присутствующие говорили также, что была проведена колоссальная работа с архивным материалом. Проработаны все данные выдающихся личностей. На сегодняшний день у нас есть уже свое видение и свое решение, которое хотели с вами поделиться, получить у вас подкрепление. Значит, уйти от фотографий вообще в целом, учитывая, что работа в архиве дала возможность нам получить помимо имени и фамилии этих революционеров, сегодня мы уже имеем в активе и отчество, и восстановленные даты рождения, даты смерти, чего раньше не было. Поэтому на табличке будет высечена фамилия, причем это будет отфрезерованно, не гравировка, а фрезеровка, кто понимает имя отчества и дата рождения, дата смерти. Памятник борцам за власть советов никуда переноситься не будет. Обновленный он будет также находиться в Центральном парке республиканской столицы. И открытие будет приурочено к праздничным мероприятиям векового юбилея региона. Альбина Курочинова, Кенжи Воросу Бердиев, Вести, Карачаева, Черкисия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. По 17 июля в Кисловодском цирке. Спектакль «Клоун» 2, 96, 58. Категория «Нарпрос». Завтра будет отмечаться международный день борьбы с наркоманией. В преддверии этой даты в Черкесске прошло профилактическое мероприятие «Чистый лист». Организаторами выступили сотрудники регионального управления наркоконтроля и представители Единой России. В Центре республиканской столицы малогвардейцы предлагали прохожим написать, почему нельзя оставаться равнодушным к проблеме. На чистых листах одна за другой появлялись строчки, где люди выражали свою позицию. Как отметили сотрудники полиции, куда лучше сейчас уделять больше времени и внимания профилактическим мероприятиям, чем позже лечению граждан из-за недостаточной информированности и последствий употребления наркотиков. В Карачаево-Черкесии, конечно, есть проблемы с наркоманией, к сожалению, как и по всей стране, но мы боремся, работаем и профилактика в этом играет немалую роль. Какие же цели у этой акции? Это, конечно же, воспитание у молодежи антинаркотического мировоззрения, то есть это идеологии здорового образа жизни, стиля жизни. В Торгово-промышленной палате Карачаево-Черкесии прошел бесплатный мастер-класс по технике речи от школы публичности, где приняли участие представители бизнеса и различных республиканских ведомств. О том, как правильно и грамотно выражать свои мысли, подробнее узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Наша задача подготовить слушателей мастер-класса к публичным выступлениям. Сегодня каждому работнику организации необходимо уметь правильно доносить свою мысль перед той или иной аудиторией. Представители Ставропольской школы публичности рассказали участникам о методах подготовки выступления и о технике речи. Для любого человека это направление, умение говорить грамотно, правильно и понимать, кому ты говоришь, что ты говоришь и зачем, нужно для любого оратора, независимо от его опыта. Потому что у нас занимаются априори люди успешные, люди бизнеса, чиновники, политики, огромное количество людей самых разных специальностей и профессий. Но когда речь идет о том, чтобы улучшить мастерство, улучшить свою речь, здесь нет предела. Захар Федосеев ведет занятия по практической риторике техники речи более пяти лет. Сам он занимался актерским искусством и делает основной упор на подготовку самопрезентации. Именно от техники речи зависит правильное мышление оратора и мы надеемся, что участники мастер-класса получат полезные знания, которые пригодятся в их профессиональной деятельности, отмечает преподаватель. Как правильно говорить, как правильно звучать, как правильно дышать, чтобы у вас было слышно и понятно. Как работает ваш голос, как вы можете передавать информацию, потому что техника речи это такой инструмент, который дает еще один уровень свободы человека при общении в любой ситуации. В тет-ет-ет, на большую аудиторию, на маленькую аудиторию. В общем, так, чтобы нас было слышно, понятно и мы могли всегда донести свою мысль. Благодаря таким мастер-классам мы развиваемся и это очень необходимо всем, кто работает в сферах деятельности, связанных с взаимодействием с обществом. Так как именно от того, как правильно и понятно мы будем говорить, зависит принятие информации аудитории, уверяют участники мастер-класса. Безусловно, общение с людьми – это часть нашей работы немалая. И, конечно, такие мастер-классы придут нам уверенности в себе, поможет уйти от волнения. Благодаря подобным мастер-классам мы сможем доносить людям наши мысли, скажем так. Это очень важная вещь. Я вот даже с вами сейчас общаюсь, волнуюсь. Нету человека, который не волнуется перед камерой, перед аудиторией. И, конечно, это очень полезная вещь. В завершении мастер-класса каждый из участников попробует подготовить свое выступление и отточить свою технику речи. Алиханепшоков Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Специалисты-кинологи Федеральной службы войск Национальной гвардии России на этой неделе отметили свой профессиональный праздник. В этом году кинологическая служба исполнила 113 лет. Накануне Дня кинолога наш корреспондент Фатима Даурова отправилась в гости собакам, несущим службу вместе с сотрудниками спецподразделения Управления Росгвардии России по республике. Вот так, вне себя от радости, питомцы кинологического городка встречают своих напарников-наставников по службе. Здесь у каждого сотрудника своя собака, которую тренируют на поиск оружия и взрывчатых веществ. Тандем человека и животного выстроен по особым правилам дрессировки, но вместе с тем глубокая и взаимная привязанность наставника и питомца – залог успешного обучения и результативности в работе. Тренировка собак проходит по передовым методикам, применяющимся в мировой кинологии. Но подход к обучению к каждой собаке индивидуален с учетом нрава и физических характеристик четвероногого напарника. Знаете, каждая порода имеет свой характер. Бельгийская овчарка, ей без разницы, зара, мороз, на все погодные условия. Она не реагирует никак, она работает. А немецкая овчарка, она более ленивая. Жару она не любит, в холодную погоду работает. Есть такие свои моменты, надо к этим моментам подходить очень тщательно, как-то обходить, как-то обыграть такие моменты. Чуткий собачий нос – лучший инструмент для поиска. От нюха Зевса, бельгийской овчарки, не скроется ни одно оружие. Сейчас вместе со своим напарником она отрабатывает поиск взрывчатых веществ и боеприпасов. Главная задача кинолога и собаки – обеспечить безопасность там, где большое скопление людей. Нюх этих четвероногих порой отвечает за жизни. За считанные секунды из множества запахов Зевс безошибочно идентифицирует имитатор взрывчатого вещества. На попечении кинологического городка Управления Росгвардии России по Карачаевой Черкесии сейчас находится шесть служебных собак. В основном это немецкие и бельгийские овчарки с очень звучными и говорящими кличками. Свои имена они получили от кинологов благодаря проявлению природного норова. Герой нашего сюжета Зевс, по мнению своего напарника, полностью соответствует имени древнегреческого бога. Такой же быстрый и надежный. Здесь особенно тщательно следят за рационом и здоровьем питомцев. Выполняются все плановые осмотры и прививки. Мы в первую очередь выполняем профилактические мероприятия, чтобы собака не заразилась инфекционными заболеваниями, общими для человека и животных. Своевременно выполняем профилактические мероприятия, вакцинируем, дегельминтизируем, обработка отекта паразитов и так далее. Мы своевременно смотрим ежедневно за здоровьем наших питомцев. Работать эффективно собак учат с молодого возраста. Главное, как говорят кинологи, чтобы собака и сотрудник были близки по характеру и наладили ту незримую духовную связь, что позволяет стать единым кинологическим звеном. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Газпром – одна из крупнейших энергетических компаний мира. Благодаря ее работе в России создаются тысячи рабочих мест. А в наших домах всегда есть свет и тепло. Три предприятия, три профессии, три профессионала из разных уголков страны. Что их объединяет? Смотрите фильмы «Люди Газпрома» на телеканале «Россия» 26 июня в 8 утра. Продолжение следует... Продолжение следует...